Который присутствовал в кинозале, посмотрел кино. Но я не обычный зритель. Я зритель, заинтересованный, по крайней мере, в трёх важных моментах. В чём моя заинтересованность? Я песчинка того поколения, на которое Высоцкий оказал неизглотимое влияние. Влияние его на нас трудно вообще переоценить. Нас много кто воспитывал в жизни. Вардовский, Чайковский, Мама, Папа, Школа, Двор, Стравинский, Селлинджер, Кубрин, Диккенс, Эсенштейн. Ну, можно долгий-долгий список продолжать. Но было две молнии у моего поколения, которые Зевс Громовержец засунул нам в сердца. Они абсолютно разные, эти молнии. Но они нас поразили обе. Это Битлз и Высоцкий. В этом моя первая заинтересованность. Я был действительно заинтересован в лицо. Второе. В то время, о котором шла речь в кинофильме, я работал врачом скорой и неотложной медицинской помощи города Наневе в качестве доктора. Я очень хорошо знал проблему, о которой идет речь. И очень, знаете ли, удобно сегодняшней-то колокольни обсуждать то время, в которое не наркодилеров, и не наркобаронов, и не наркокурьеров, а больных людей сажали в тюляги. Вот таким образом. Поэтому по отношению вообще к больным людям, это неприлично. Я уже не говорю о том, что по отношению к Высоцкого. А теперь дальше. Самое важное. Я являлась не только отцом взрослой дочери, которая знает творчество Высоцкого от Адая, но я являюсь дедушкой четырех внуков. О чем рассказали молодым людям, моим внукам, в связи с Высоцким, на каждой песне которого можно было сделать великий сценарий. По каждой его песне, не говоря о его жизни. О чем рассказали в кино. Что вынес молодой человек, придя в кинотеатр и посмотрев этот кинофильм? Еще одну иголку? Да у него хватает. Сейчас вынесло, сейчас ночью. Прогуляйтесь возле аптек. Поглядите это количество дури, шприцов, иголок, всего остального, которое накидано в этой стране. Сегодня. О чем? Неужели мы были такие желтопузые, что нам не о чем говорить больше, как об этом? В связи с кем-то? С тем человеком, который перевернул наши души? Да что же мы журтушные сегодня, как гепатитные? У нас если Пушкин, то бабы, если Высоцкий, то и им. Я вышел из кинотеатра с чувством стыдовой. Просто стыдовой. И я написал стихотворение не для вас. Я написал стихотворение для себя, когда пришел и решил самому себе еще раз рассказать. В нескольких четверостишек, что такое для меня Высоцкий был, кто он для меня есть, и кем он для меня останется до моей качи. Количество прожитых лет отнюдь неважно, коль ты сумел рвануть свою струну. Он прилетел из космоса однажды. Болит! Планеты плыли по своим орбитам, вальяжно, значимо, довольны и вполне. А он горел, как свечка, яком сбитым. В заранее проигранной войне. Жар пламени был так всепринякающий. Сжигались души, плавились сердца. И каялся над телом брата Каин. Просил прощения Павлик у отца. И умолкали сладкие сирены, заслышав хрип его издалека. И уходили клоуны с арены, размазывая слезы по щекам. Божественный огонь его искусства чудесен был на всем своем пути. Там, где всю жизнь властвовала пустошь. Вдруг начинали яблоки цвести. У слабых духом расправлялись плеч. Слепые начинали видеть свет. Он не был богом. Он был им отмечен. В своем великом звании Поэт Слепые начинали видеть свет. АПЛОДИСМЕНТЫ